Всем привет! Я очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня снимаю видео о своих покупках на сайте Beauty Home. Там я заказывала косметику Essence и Catrice, которую давно хотела. Узнала я об этом сайте из видео Anapka Make. Девочка, значит, я ссылочку оставлю на это видео. И также под видео она оставляла код на 3% скидку на этом сайте, который я, конечно, использовала. Также мне, во-первых, хочу сказать о посылке. Посылка пришла все замечательно упакованная. Шла она мне из Питера в Московскую область. Также мне положили подарок, что не может не радовать. О нем я расскажу как раз-таки в своем видео. Ну и давайте начнем. Первое, что я заказывала, из-за чего собиралась эта посылка, это вот такой вот крем-камуфляж от компании Catrice. Крем-камуфляж у меня в цвете 0,10 Ivory. Как я уже сказала, этот продукт был причиной моей посылки. Сейчас я его открою, покажу. Вот такая вот у него структура маслянистая, цвет у меня самый светлый. Но я бы не сказала, что он совсем прям светлый. Что могу сказать про структуру? Структура такая жирная, сливочная. Распределяется хорошо. Я вот наношу именно пальчиками под глазки. Хорошо очень прикрывает. Она такой дает очень плотный пигмент, хорошо перекрывает какие-то недостатки. Но так как она достаточно такая плотная структура, то я так подозреваю, что она может подчеркивать какие-то морщиночки или заломы. Поэтому я наношу этот консилер обязательно на какой-то питательный крем. Также хочу сказать, вот из приятного, он высвечивает область под глазами, что придает глазкам здоровый вид. Понравился мне этот продукт. Я не жалею совершенно, что его заказала. Также хочу сказать, наверное, сейчас пробегусь по ценам. Это средство у меня стоило 179 рублей. Следующий продукт, что я заказала, это вот такой вот карандаш для глаз. Гейль-Ай Пенсил Ватерпруф Бирюзовый. Это было указано так на сайте. Не знаю уж, не соответствует на сайте или вообще в линейке, но цвет у него вовсе не бирюзовый, а вот такой вот травяной зеленый цвет. Несмотря на это, я даже, честно говоря, даже рада была больше, что мне пришел вот именно этот оттенок. Красивый очень карандаш. Цвет такой очень насыщенный, пигментированный, мягко рисует. Вот сейчас, через некоторое время, уже невозможно будет стереть этот карандаш. Использовала я его также на водную линию. Хорошо он выдержал этот тест. Понравился. В общем, прям вот хорошее ощущение от него. Следующее, что я заказала... Карандаш, кстати говоря, стоил мне 155 рублей. Следующее, что я заказала, это знаменитая фиолетовая тушь от компании Essence. Я, по-моему, не сказала, что вот этот вот карандаш, он был от компании тоже Essence. Фиолетовая тушь. Купила я ее вообще по смешной цене 60 рублей. Она там по скидке сейчас идет. У меня тон, вот этот тон 0,5. Значит, ну, обычная тушь, без всяких посторонних запахов. Думала, может быть, срок подходит. Нет, все нормально. Вот такой цвет у нее, припыленный, разбеленный, фиолетовый. Я его на глазках еще не пробовала, но пробовала другую тушь, тоже из этой серии. Сейчас я вам ее покажу в другом цвете. Это цвет голубой, номер 04. Вот такая. Вот ее я пробовала. И мне он, честно говоря, напоминает не совсем голубой, а больше такой какой-то бирюзовый. И я бы назвала этот цвет цвет хамелеон. Он на самом деле такой какой-то, как синий, что ли. Но вот при голубых макияжах он будет подчеркивать именно голубой пигмент в тенях. Я его использовала при зеленом макияже. И он мне давал просто обалденный, такой вот изумрудный цвет ресниц. Красивый, глубокий. Цвет не теряется. Вот есть некоторые туши, которые, в общем-то, наносишь, пигмент вот этот, у меня так с синими тушами, наносишь, пигмент виден, только походишь, и вот как-то уже даже синего цвета не видно, превращается в черный. Он как-то растворяется, уходит, то ли окисляется, не знаю. Этот цвет остается. Остается именно такой вот изумрудный цвет у меня был. У меня глаза карие, очень хорошо подчеркивал как раз вот этот, вынимал этот карие пигмент глаз. Очень мне понравилась эта тушь. Единственный минус, за которым нужно следить и будьте к нему готовы, она отражается, она как бы отпечатывается, но не сильно, но может отпечатываться на веках. То есть за этим нужно следить. В общем-то, ощущение от туши хорошее. Еще один продукт, который я заказала, вот эта вот синяя тушь стоила мне 200 рублей. Не синяя, а голубая, да? Следующий продукт, который я себе заказала, это зеленый карандаш. Называется он эффект лонгластинг с блеском в оттенке 04. Тоже от компании Essence. Этот карандаш не так сильно мне понравился, как первый. Тоже он зеленый, но зеленый уже такой вот. Во-первых, он перламутровый. В нем он уже гораздо светлее, не такой сочный. У него есть какой-то желтый, вот сейчас видно, желтый какой-то есть отлив. Золотой, я бы даже сказала. То есть, ну, под какие-то макияжи, я думаю, что вот сейчас осенью можно даже что-то придумать, потому что вот эта вот чуть-чуть золотистость, она вот может хорошую такую роль сыграть в каком-то коричневом макияже золотыми оттенками. Ну, короче, попробую, но цвет при первом вот рассмотрении меня сильно не поразил. Но, возможно, я ошибаюсь, его просто он раскроется в использовании. Вот такой вот карандашик. Еще что я заказала, так, опять забыла сказать, что этот карандаш стоил 135 рублей. Следующий продукт стоил также 135 рублей. Это от компании Essence Concealer Stay Natural в оттенке 01. Мне этот консилер, ну, в общем, понравился. В общем, понравился. Какие были с ним трудности. Сначала не могла его выдавить. Крутила, наверное, минуты-полторы я эту ручку, крутила-крутила, и даже думала, что мне какой-то бракованный достался консилер. Этот консилер имеет достаточно плотную такую консистенцию. Также я думаю, что я его накладывала также, ну, на питающий крем, питательный какой-то. Он, я так думаю, что может подчеркивать именно вот какие-то недостатки под глазами. Какие-то вот заломы или мелкие морщинки. Я думаю, что подчеркнет. У него очевидный розовый подтон. То есть смотрите, конечно, по цвету вы выбираете. В слепую, если вы не видели продукт, ну, не знаю, можно обмануться цветом. У него неплохая кроющая способность, не такая сильная, как вот у камуфляжа, но какая-то средняя. Вот я вам покажу еще один консилер. Вот у него среднее покрытие. Перекроет какие-то не сильно очевидные круги. Я его наносила его, и на него еще один консилер наносила. И тогда уже добивалась полного покрытия. Ну, как-то я его еще, может быть, не очень распробовала, так как посылка мне недавно пришла. Ну, на первый взгляд вот такого какого-то вауэффекта он не произвел. Еще один продукт, который я заказала, он тоже был по скидке. Брала его за 60 рублей. Это вот такой пигмент от компании Essence в цвете 21, цвет зеленый. Сейчас я его открою, вам покажу. Вот такая вот заглушечка, чтобы ничего не выпадало. Вот здесь уже видно, что он имеет так же, как вот этот зеленый с блестками карандаш, желтый какой-то цвет в своем, желтый какой-то отлив. Сейчас я попробую вот. Вот он вот такой вот. И сейчас на кожу перенесу. Немножко он может давать такую грязь. Немножко. Вот видите, что он отливает слегка золотым. Есть немножко золотой отлив у него. Есть. Вот сейчас это видно. Особенно это подчеркивает мой искусственный цвет. Вот такой вот желтый какой-то отлив. Но опять, для каких-то, я думаю, для осенних макияжей, очень даже может он прям вот сослужить хорошую службу. В общем, мне понравился пигмент. Он не скатывается. Я его даже без базы наносила. И он замечательно у меня держался на глазах. Если его разнести и сильно растушевать, он вот этот вот золотой цвет немножко уходит. И остается такая темнота больше. Темный немножечко может как запачканное веко выглядеть. Но если вы хорошим слоем положите и будете наносить, как и всех пигменты, не размазывающим, а именно таким втушевочным способом, как бы вы немножечко как припрессовываете, прибиваете этот пигмент к теням, то я думаю, что он очень даже вот может хорошо выглядеть. И вот таким насыщенным, хорошим цветом хамелеоном. Продукт мне понравился. Ну и 60 рублей, это просто смех. И еще один последний продукт, который я заказывала, это вот такая вот пудра от компании Essence Sun Club. У меня в оттенке 02 Sunny. Что могу сказать про эту пудру? Я ее брала для бронзера, да, в качестве бронзера. Здесь немножечко желтит мой искусственный цвет. Он каким-то желтым делает эту пудру. Я бы даже сказала, что вот, наверное, ее натуральный цвет. У нее немножечко кирпичный цвет, такой какой-то розовый кирпичный, я бы даже назвала. Вот так. Вот ее настоящий цвет. Вот он он. Поэтому для людей, которым вот этот тон не идет, слегка кирпичный, мне он, в общем-то, подходит, на удивление, подошел, понравился, то эти люди будьте внимательны. Будьте внимательны, будьте осторожны, так как он может вот такой красно-кирпичный оттенок давать скулам. Ну а в общем, продукт хороший, он наносится очень хорошо, хорошо передается на скулы, мягкий, даже его когда гладишь, у него очень приятная мягкая структура. Понравился продукт, но обратите внимание на цвет. И это все продукты, которые я заказывала, за которые я отдала, кстати говоря, пигмент, я говорила, 60 рублей, а вот эта пудра стоила 230 рублей. За все это, за посылку, я отдала 1119 рублей 38 копеек. За счет чего? У меня была скидка 3%, я уже говорила о ней. А также от 1000 рублей, там бесплатная доставка. И посылка шла с Питера, шла где-то в районе с обработкой заказа, со сборкой заказа. Все у меня заняло где-то дней 10. Но что приятным еще дополнением к этой посылке было, это то, что я насчитала еще личный продукт, который мне прислали. Вот такой вот консилер от компании Essence, Stay All Day, в оттенке 10, Natural Beige. Вот так вот. Дали мне его, видимо, на пробу. Вот такая кисточка, как у многих блесков, у многих консилеров, да, классическая кисточка. У него уже такой желтенький подтон. Мне, честно говоря, по консистенции он понравился больше. У него не такое плотное перекрытие, как у камуфляжа и чуть менее плотное, как вот у вот этого консилера Essence Stay Natural. Но мне он больше понравился по структуре. У него такая более маслянистая структура, хорошо распределяется. Я его распределяю именно пальчиком. И он мне очень напомнил, мне нравится вот консилер от компании Elf, самый-самый простой. Там он $1.99, я его заказывала с iHerb в цвете Ivory. И вот тоже он немножечко, да, мне кажется, что он слегка силиконистый, но что этот, что тот консилер. Но почему-то мне вот они очень нравятся. Они хорошо мне перекрывают, не в один слой, в два, наверное, перекрывают темные круги. И именно по нанесению, по ощущению на кожу вот эти консилеры. Мне нравится Elf и вот этот больше всего. Хотя, если вам нужна ударная какая-то маскировка, это однозначно камуфляж. Вот и все, что я хотела вам показать. Да, еще забыла. Мне пришла вот такая вот, помимо того, что посылочка была очень хорошо упакована, мне пришла вот такая брошюрка, каталог от компании Catrice, весна-лето 2014, где вот указаны многие продукты с сводчами, с картинками, с номерами. Все можно посмотреть. Очень мне понравился этот сайт. Я им написала такой хороший отзыв, что я и дальше буду что-то с ним заказывать. Зайдите, посмотрите, может, что-то найдете. У них там есть отдельный раздел, там как-то что-то цена за копейки, или как-то так называется. Чтобы не обмануть вас. Цены просто бомба есть. И есть еще такие, там что-то как-то типа за копейки. Вот как называется этот раздел. За копейки, где вы можете какие-то интересности найти прям за совсем условные деньги. Все, что хотела вам сказать. Рада вас видеть на своем канале. Давайте общаться. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Есть комментарии, обязательно пишите. Ну и увидимся в следующих моих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok